Закрытие городов в Китае и более 100 тысяч заболевших в Италии. Ситуация вызывает у врачей оправданное опасение, что коронавирус снова мутирует и выйдет из-под контроля, приобретая новую форму. Именно поэтому сейчас, пока фиксируются единичные случаи, так важно подготовиться к новой волне. В настоящее время в городе Бресте и Брестском районе отмечается благополучная ситуация по коронавирусной инфекции. Регистрируется спорадическая заболеваемость или, попросту сказать, единичные случаи. Но вместе с тем, хотя по коронавирусной инфекции прогнозы не всегда сбываются, по мнению специалистов Министерства здравоохранения нашей страны ожидается подъем заболеваемости COVID-19 в конце августа. Но это и логично, потому что мы видим, что происходит вокруг, регистрируется повышенный уровень заболеваемости в азиатских странах, начался подъем заболеваемости в Европе. Ну и кроме того, в прошлом году у нас как раз таки тоже отмечался резкий подъем заболеваемости, когда закончились школьные каникулы, отпуска, люди вернулись с дачи, студенты приступили к занятиям. Поэтому к этому надо готовиться. Бустерная вакцина проводится через 6 месяцев и более после основной инъекции. Сегодня в городе Надбугом и Брестском районе привито порядка 70% граждан. До конца года повторно вакцинированных ожидается более 90%. В качестве прививки доступен лекарственный препарат «Спутник Лайт», «Веросел» и «Гам-Ковид-Вак». Инъекцию в момент затишья COVID-19 рекомендуется делать всем категориям граждан, особенно лицам с ослабленным иммунитетом и даже тем, кто уже переболел инфекцией. На сегодняшний день у нас уже привито более 70% населения города Бреста и Брестского района. Но сейчас необходимо каждому заняться бустерной вакцинацией. То есть необходимо укрепить тот иммунитет, который уже ослаб после первичной вакцинации. Вакцины имеются для этого, схемы здесь предусмотрены разные, поэтому каждому необходимо обращаться в организацию здравоохранения по месту жительства и консультироваться с врачом, какую вакцину использовать для бустерной вакцинации. Ну и сейчас благоприятный период для этого, для того, чтобы подготовиться к ожидаемому подъему. Сейчас вот в июле, максимум в августе надо максимально пройти бустерную вакцинацию. К счастью, работает и агитация, и самосознание граждан, которые переживают как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих. Сегодняшняя ситуация – невидимый фронт, и только от нас, Брещан, зависит, как мы встретим будущее наступление ковидной волны. Продолжение следует...